друзья всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня я хочу вам показать как шить лоскутную подушку на любую вашу поверхность дело в том что у меня заказали такое изделие для вот этого сундука надеюсь что этот мастер-класс окажется полезным и вы тоже сможете шить такое же изделие я буду изделие шить впервые поэтому буду благодарна вашим связи лайкам и вашим подпискам давайте начнем прежде чем шить лоскутную подушку нужно определиться с размерами моей будущей подушки в данном случае у меня будет подушка 40 на 80 сантиметров и по высоте будет 8 сантиметров поэтому нам нужно будет получить одну деталь вот такого вот размера припуски у нас идут 0 7 сантиметра с каждой стороны поэтому мы для этого и делаем расчет по длине у меня получается будет изделие 80 плюс полтора сантиметра то есть два припуска по 07 а по ширине нам нужно будет сделать изделие два раза по 40 и прибавляем также два раза высоту 8 сантиметров потом мы прибавляем припуск два с половиной сантиметра для того чтобы втачать молнию потому что чехол у меня будет съемный чтобы его потом дальнейшем можно было постирать длина у меня будет изделие девяносто восемь с половиной сантиметров также для этой подушки нам понадобятся две детали размером которые у меня идут 40 на 8 сантиметров соответственно я просто к этим деталям прибавляю припуски две детали девять с половиной на сорок один с половиной сантиметр я раскроила квадраты нужных мне оттенков сделал раскладку и сейчас я просто эти квадраты буду сшивать друг с другом сложила их вот так вот как у меня идут ряды установила на машинке лапку для петчворка установила ширину 0 7 сантиметра и теперь я просто сшиваю все квадраты между собой после того как я вот эти квадраты соединила между собой припуски я разутюжила в разные стороны теперь мне нужно будет просто вот эти ряды разрезать между собой теперь берем первые два ряда совмещаем друг с другом ты складываем лицом к лицу и совмещаем все наши швы я сначала совмещаю швы пальцами при придерживаю что по ним не не сместились и после этого я фиксирую булавками и только после этого я уже перехожу к следующему шву опять складываю совмещаю швы и фиксирую булавками так и делают со всеми моими рядами после этого я прокладываю строчку вдоль каждого ряда на ширине припуска 0 7 сантиметра и припуске я разутюживаю в разные стороны после того как у меня лоскутный топ готов у меня еще будет оборотная часть так как чехол у меня будет сниматься для этого я закрываю все мои припуски просто обычной вязью берут к чуть больше по размеру чем лоскутный топ и сейчас мне просто нужно будет простигать и я стягать буду именно в шов как у меня идут квадраты так я и буду стега для того чтобы мне закрыть все мои припуски после того как я это все сделаем обрабатываю края вдоль длинной стороны на верлоке можно этот этап пропустить можно просто подогнуть можно обработать на машинке с помощью зигзага с одной и с другой стороны после того как я обработала мне нужно сейчас будет пришить молнию для того чтобы пришивать нужно понимать какая она вас по длине идет вам нужно ее будет не с самого начала пришивать до а отступив от края какое-то количество сантиметров там допустим вас молния time niche не 80 сантиметров а 60 сантиметров до соответственно у вас 20 сантиметров участка идет для того чтобы просто стачать эти края я взяла молнию 70 сантиметров соответственно с каждого края я отступаю по 5 сантиметров и потом оставляю отверстие но сейчас я предлагаю сделать вот так вот этот участок мы обычным стежком и вот этот участок обычным стежком прокладываем строчку а вот там где у нас будет техническое отверстие я на этом участке просто увеличивают длину стежка до максимального что потом это можно было спокойно распороть теперь скалываю наши края длинные которые мы сейчас обметали на верлоке булавками для того чтобы они у нас не сместились при этом я стараюсь чтобы квадратики тоже совмещались друг с другом прокладываю строчку вот на в на ширине припуска вот сейчас отметила до отметки я иду с обычным длиной стежка делаю закрепку и теперь я увеличиваю стежок до максимального и прокладываю строчку с максимальной длиной стежка до следующей мои отметки когда я дошла до отметки я снова меняю длину стежка который у меня было изначально и вначале делаю закрепку прокладываю строчку и в конце снова делаю закрепку так теперь берем молнию я вам покажу как обработать край с одного края я уже прятала кончик теперь с другого края нужна деталь из подкладки размером пять с половиной на 4 сантиметра теперь берем вот так вот нашу деталь с лицом на лицевую сторону молнию мы фиксируем нашу деталь обратите внимание что молния должна быть продекотирована фиксируем и прокладываем строчку на ширине припуска 0 7 сантиметра начале в конце мы делаем закрепки после того как проложили строчку я лишнее обрезала и теперь мне нужно вот эту деталь начала припуски подогнуть с каждого бока с одной и с другой стороны примерно сантиметр у вас идет тут припуск пальчиками тут вот вот так вот проглаживаю и теперь мне нужно дважды подогнуть мою деталь чтобы перекрыть мою строчку после того как мы зафиксировали все можно приметать можно сколоть булавками либо можно просто вот так взять и прострочить на машинке все края наши молнии закрыты теперь берем нашу лоскутную деталь припуски мы разутюживаем в разные стороны и начало молнии лицевой стороной вниз то есть к нашему припуску мы прикладываем нашу молнию таким вот образом чтобы у нас наша молния шла вдоль нашего шва ровно по центру и фиксируем булавками вот как идет наш шов так у нас и должна идти молния зубчики у молнии вдоль нашего шва так мы скалываем по всей нашей длине и затем прокладываем строчку вдоль нашей молнии с помощью одно рожковой лапки чтобы приточать нашу молнию как у меня на видео я показываю я уже отверстие техническое распорола распарывателем вдоль нашей молнии вот так вот она у вас открывается и закрывается все закрыто все красиво все нигде ничего не торчит в общем далее я беру две наших детали которые для бока складываю их лицом к лицу вот вдоль и намечаю дело надсечки чтобы понять где у нас середина с одной стороны и с другой стороны если вас часть не лоскутная просто обычные из ткани то тоже складывайте пополам обязательно делайте надсечки так как у меня лоскутная часть у меня по центру посередине выходит получается шов и мне легко ориентироваться теперь я беру одну из деталь которая идет у меня по рисунку соединяю центр основной детали и центр вот этой детали друг с другом совмещаю насечки в общем и фиксирую булавками с одной и с другой стороны теперь нам нужно будет проложить строчку на расстоянии припуска то есть на 7 сантиметров что мы делаем мы начинаем где-то примерно от середины до детали доходим до угла не доходя до края 0 7 сантиметра если у вас припуск больше значит здесь у вас тоже должно быть больше то есть вы прокладываете строчку вот примерно до точки пересечения припусков но это примерно вот здесь где-то здесь 07 и сверху 07 откладывайте вот эта точка получается потом вы останавливайтесь в этой точке и разворачивайте шитье и продолжайте дальше до следующего угла тоже в точке пересечения припусков и так по всему кругу сейчас вам поближе покажу я начала шить не сначала прокладываю строчку до точки которую я наметила себе точку пересечения и вот эту вот детали я разворачиваю при этом нужно следить за тем чтобы не образовалось никаких защипов никаких складочек поэтому тут надо быть максимально осторожно теперь прокладываю дальше строчку до следующей моей отметки таким вот образом мы пришиваем вот эти детали к основной наши детали только единственное обязательно не забудьте расстегнуть молнию а то потом у вас не получится вывернуть после того как вы проложили строчки для того чтобы у нас красивый уголок смотрелся тут можно сделать на вот этой детали надсечки не доходя до нашего шва примерно на 1 2 миллиметра также можно обработать края на верлоке либо на машинке с помощью зигзага все наш чехол на подушку готов мы его выворачиваем и проверяем чтобы у нас нигде никаких защипов не образовалось и получился ровный ровный красивый угол с каждой стороны теперь давайте я вам покажу как можно разрезать поролон моей подушке будет вставлен вот такой вот поролон он у меня толщиной 4 сантиметра средней жесткости выдерживают выгрузку до 90 килограмм в общем я буду просто два таких отреза класть в подушку чтобы высота получилась 8 сантиметров но для того чтобы мне и положить нужно разрезать сейчас я вам поделюсь с вами как можно легко и быстро и без каких-либо трудностей разрезать поролон я сделала уже разметку нужно мне мне нужно два листа 40 на 80 сантиметров соответственно я беру очень острый кухонный нож желательно длинный и его смазываю маслом вся взяла на ватный диск просто налила растительное масло и полностью обмазала нож маслом и теперь с помощью такого ножа очень легко и просто разрезать поролон без каких-либо усилий под поролон не положила мат для резки для того чтобы защитить свою поверхность стола и не порезать его просто передвигаем постепенно мат под поролоном вот все я разрезала смотрите как легко и быстро у меня получилось это из каких-либо надсечек ровно и красиво собственно вот в подушке у меня получается два таких поролона если вдруг какой-то деформируется можно спокойно вынуть и поставить новый поролон и вот так она закрывается вот такая подушка у меня получилось надеюсь заказчица моя будет очень довольна ей мне очень понравилось делать такое изделие я думаю для первого раза у меня получилось очень хорошее изделие но вы оцените как вам если вдруг у вас какие-то вопросы остались обязательно пишите в комментарии я на них отвечу ну и также буду рада вашим подпискам лайкам и это для меня очень важно всем пока